Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета Министров. В Ашхабаде, в микрорайоне Парахат-7, торжественно откроют жилые дома и парк. Павильон Туркменистана был представлен на открытии торгового центра в Китае и другие новости. Президент Сердар Петумхамедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены приоритетные вопросы государственной жизни. Председатель Менжелиса Гулманова проинформировала о ведущей работе по модернизации национального законодательства. К 33-летию независимости Туркменистана в Ашхабаде запланированы торжества по случаю ввода в строй новых объектов социального значения. Так состоятся торжественные открытия в жилом комплексе Парахат-7, 4-9-этажных 54-квартирных и 9-9-этажных 36-квартирных жилых домов, а также парка. В данной связи ведутся работы по ремонту зданий, социально-культурного назначения, благоустройству прилегающих территорий, парков, скверов, фонтанов, а также посадке декоративных цветов. Большое значение придается праздничному оформлению города. Вице-премьер Батыр Атаев в ходе заседания Кабинета министров доложил о подготовке к выставке экономических достижений, посвященной 33-й годовщине независимости Туркменистана. Открытие выставки запланировано на 19 сентября вблизи столичного отеля «Грагум». В экспозиции будут представлены преобразования, осуществляемые под руководством президента Сердарбина Мухамедова, а также успехи страны за годы независимости. В рамках форума пройдут презентации новых продуктов государственных и частных предприятий, инвестиционных проектов и перспективных программ развития различных отраслей экономики. Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Мамедхан Чакриев доложил о проводимой работе по повышению уровня квалификации кадров сферы гражданской авиации. Обучение будет организовано на базе школ подготовки авиационного персонала Агентства Туркменхова и Олары по программе Международной организации гражданской авиации. В рамках программы планируется проведение профессиональных курсов для наращивания грузооборота международных аэропортов страны, эффективного использования мощностей грузовых складов и увеличение количества международных грузоперевозок. Торговый павильон Туркменистана был презентован на церемонии открытия торгового центра Центральная Азия «Цианзу». Многитажный торговый центр представляет собой многофункциональную платформу для компаний стран Центральной Азии. На церемонии открытия также были презентованы павильоны с экспортной продукцией Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Центром будут курировать Национальный институт в области развития и продвижения несырьевого экспорта «Куастрейд» и компания «Сохо». В состав компании входят более 380 предприятий. В МИД Туркменистана состоялся брифинг по созданию в Ашхабаде регионального центра климатических технологий для стран Центральной Азии. Также была освещена тема развития возобновляемых источников энергии в Туркменистане. В брифинге приняли участие руководители и представители соответствующих ведомств Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. В повестку дня также были включены вопросы рационального использования природных ресурсов, повышения энергоэффективности, укрепления и активного задействования потенциала альтернативной зеленой энергетики в Туркменистане. Посольство Республики Корея в Туркменистане передало около 165 книг на корейском языке кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Азади. Коллекция, охватывающая широкий спектр тем, включает разговорную речь, аудирование, письмо и чтение, предназначенные для учащихся различных уровней владения языком. Turkish Airlines объявила о расширении своей маршрутной сети. С 4 декабря этого года перевозчик начнет выполнять рейсы в Сидне, крупнейший город Австралии, что станет первым прямым маршрутом авиакомпании на этот континент. Рейсы между Стамбулом и Сиднеем будут осуществляться 4 раза в неделю на современных лайнерах Airbus A350 с технической остановкой в Куала-Лумпуре. Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против оспы обезьян. Разработанный в Дании препарат успешно прошел процедуру предварительной квалификации. Эта процедура позволит включить вакцину в официальный список лекарственных средств, которые служат ориентиром для закупок в различных странах. Генеральный директор ВОЗ подчеркнул значимость этого события, назвав его важным шагом в борьбе с заболеванием, как в контексте текущих вспышек в Африке, так и для будущих рафилактических мер. Президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе во время визита в Ашхабад выделил талант юной туркменской гимнастки Фатимы Камбаровой. Это произошло после показательного выступления национальной сборной Туркменистана по художественной гимнастике. Команда подготовила групповое показательное выступление с использованием различных предметов – обручей, лент и мечей. Особое внимание Ватанабе привлекла Фатима Камбарова, которую он выделил среди других гимнасток. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркмен Портал – ваш самонадежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова